Праздник Суккот Чтобы знали все ваши поколения, что в шалашах поселил я сыновей Израиля, когда вывел их из Египта Евреи выходят из своих постоянных жилищ и строят шалаши Временные жилища украшают их Это заповедь о празднике Суккот Но давайте зададим вопрос Ведь 15-го Ниссана мы вышли из Египта И в тот же день мы пришли вместо Суккот И там, в Талмуде, есть спор Раби Акива говорит, что Творец сделал нам настоящие шалаши А другой мудрец спорит с ним и говорит Эти шалаши были сделаны из облаков славы Творца И Шулхан Арух постановляет, что мы делаем Суку в память о облаках славы, которые окружили нас в пустыне Но задается вопрос, это же было месяц Ниссан Почему посредине месяца Тишрей мы празднуем эти семь дней? И объясняет Гаон из Вильна, что мы празднуем это не в честь тех облаков, которые поместил нас Творец по выходе из Египта А о тех облаках славы, которые вернулись, когда мы начали строить переносный храм Десятого Тишрея в Йонгебург Мушея спускается с горы Синай с новыми скрижалями и дает повеление о построении переносного храма Одиннадцатого, двенадцатого евреи приносят добровольное пожертвование Четырнадцатого считают, говорят, довольна А пятнадцатого начинают строить этот переносный храм И возвращаются облака славы, которые оставили нас, когда мы сделали золотого тельца Но в чем смысл этой заповеди? Обычно человек строит свой дом, он укрепляет его, ставит замки и все равно боится Почему? А вдруг воры найдут отмычки, придут и ограбят Но вдруг он слышит, как едет карета царя Трубят фанфары, и царь говорит, мой любимый еврей, выходи навстречу мне И это праздник сукот Мы оставляем наши постоянные дома, квартиры, холодильники И переходим во временные жилища, в шалаши Потому что крыша суки, которая сделана от отходов, от веточек Это называется циля дыны иману Тень веры Мы полагаемся на дворца, и мы выходим во временные шатры И мы, как бы, творец обнимает нас Как сказано в Широ Ширим Левая рука у нас под головой, а правая обнимает нас Это то, что мы делаем Мы радуемся с Творцом в этом временном жилище Во время десяти дней раскаяния и особенно в емкий пур мы поняли Что главное наше желание – это духовное Это связь с Творцом И поэтому мы выходим в эти временные жилища И здесь мы будем жить семь дней Так, как мы живем в постоянных домах И вот как-то большой миллионер, чайный король Высоцкий Навестил маленькое местечко Радин, где жил Хофицкаль И он слышал, что мудрец живет достаточно скромно Но когда он вошел в его дом Земляной пол, старые скамейки, качающийся стол И он спросил, а где ваша мебель? А Хофицкальм спросил у него, а где ваша мебель? Какая мебель? Я здесь временно И Хофицкальм сказал, я здесь тоже временно Второе Это Шуме Зесука А еще мы берем и исполняем особенную заповедь Мы берем четыре вида растений И потрясываем ими шесть сторон света Для чего? В чем смысл этой заповеди? Это рог Особенный плод, у которого есть и вкус, и запах Это лицепаряет сердце человек Две миртовые веточки У них есть запах, но нету вкусу У них листики, как глаза человек А ивовые веточки, это как губы человек А лулав, нераспустившаяся пальмовая ветвь, это как позвоночный стоп А с другой стороны наши мудрецы Дают такой пример Этрог Это великие еврейские мудрецы и праведники, у которых есть и тора Это вкус И благословенный запах Это добрые дела Митцво Но, например, лулав Это пальма, на которой растут финики У фиников есть вкус, но нету запаха Это еврейские мудрецы, которые не заняты добрыми делам Миртовые веточки, у них благословенный запах Они делают много заповедей, но не учат тору И, наконец-то, арама, ивовые веточки, у которых ни запах, а ни вкуса Ни торы, ни заповеди. Но без них невозможно исполнить эту заповедь. Мы собираем вместе лулав, мертвые веточки, ив, ивы, а в другую руку берем этрок и, соединяя их, мы потрясываем во все шесть сторон света. Это мы говорим, еврейский народ, все вместе, это как один организм, единое целое. И если мы под сенью веры в Творца, мы объединяемся и служим ему, и один дополняет другого. С праздником Суккот! Радуйся в этот праздник, веселись перед Творцом!